Законодательный орган Ненецкого автономного округа избран в полном составе. В новом 27-м созыве депутатский корпус состоит из 19 человек. 11 избраны по партийным спискам, 8 в одномандатных округах. В Западном округе одержал победу Сергей Коткин, в Печорском – Александр Колыбин. В Восточном избирательном округе выиграла Наталья Кордакова, в Вискательском – Ольга Каменева, на лесозаводе – безусловный лидер Анатолий Мяндин. В Портовом округе победу одержал Виктор Кмить, в Южном – Валерий Остапчук. Городецкий округ избрал Татьяну Бадьян. 11 депутатов прошли в окружное собрание в составе партийных списков. Депутатами от партии «Единая Россия» стали Евгений Алексеев, Александр Безумов, Сергей Хабаров, Александр Лутовинов, Игорь Шарапов и Данил Исполинов. Партию КПРФ представят Александр Саблин и Александр Белугин. Также по единому избирательному округу в состав собрания депутатов вошли по одному представителю политических партий ЛДПР – это Андрей Смыченков, Родина Андрея Ружников и гражданская сила Максим Малышев. Вновь избранным депутатам предстояло выбрать председателя собрания и его заместителя. На должность председателя выдвинули одну кандидатуру – Анатолия Мяндина. Путем тайного голосования большинством голосов от общего числа присутствующих депутатов он возглавил окружной парламент. Основная задача собрания депутатов – это принятие законов, принятие постановлений, по которым живет и будет жить наш округ. И прежде всего здесь необходимо обратить внимание на принятие всей той нормативно-правовой базы, которая необходима для реализации государственных полномочий, передаваемых округу от Архангельской области с 1 января следующего года. Одно из предстоящих направлений в работе собрания – принятие бюджета округа на 2015 год. Этот законопроект глава региона внесет на рассмотрение парламента до 20 октября. Следующий вопрос в повестке дня – прекращение полномочий. Татьяна Бадьян досрочно прекращает деятельность на посту полномоченного по правам человека и приступает к законотворчеству. Должность, которая, на мой взгляд, совместно с собранием депутатов и управлением обеспечением деятельности Минско-Автономного округа за три года с небольшим, действительно оказала существенное влияние на формирование гражданского общества в нашем регионе. Думаю, что снятие агрессии населения, поднятие престижа общественных организаций, но самое главное – защита конституционных прав граждан на сегодняшний день поставлена по главу угла. Татьяна Бадьян большинством голосов избрана заместителем председателя собрания депутатов. Также на первой сессии определили состав комитета парламента, количество и состав постоянных и мандатных комиссий и регламентные группы. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.